Здравствуйте, друзья, с вами Вула, на ваших экранах Том Клэнси из The Division 2, и в этом видео я вам расскажу о темной зоне, так называемых ТЗ. Что она из себя представляет, что там нужно делать, чтобы зайдя в нее не вертеть экраном во все стороны, а быстро и четко идти к своей цели. Сразу предупреждаю, данное видео создано не для отпетых вояк первой части, ну и разумеется тоже второй, а специально для новобранцев, спецагентов Division 2. Начнем с простого, что из себя представляет Dark Zone. Dark Zone это смесь ПВП и ПВЕ активностей. Если в обычных зонах вы просто выполняете миссии, убиваете мобов, то в темной зоне вас будут ожидать еще и другие игроки. А суть темной зоны, как впрочем и любой другой ММО-драчильни, получение лута. Да, разумеется, получать топовый лут вы сможете и в обычном ПВЕ, но шанс получения самого топового лута, разумеется, будет как раз таки в темных зонах, которых, кстати, будет 3. Две из них будут подвержены нормализации, то есть каким бы уровнем вы туда не пришли, весь ваш гир автоматически приравняется к максимальным показателям. Разумеется, игроки, у которых гир будет более высшего грейда, будут иметь небольшое преимущество, но у вас в любом случае в нормализованных зонах будет шанс их убить. Причем вполне большой. Одна же из зон будет оккупированной, и вот в ней как раз таки нормализации не будет. И там с каким лутом пришли, с таким пиздюлей получать и будете. Ну или раздавать. Тут уж как повезет. А как начнете раздавать, будете получать более лучший лут для того, чтобы получать более лучший лут, для того, чтобы убивать противников, у которых более лучший лут, или для того, чтобы не помирать от противников, у которых более лучший лут. В общем, лут ради лута, ну и, разумеется, ради чувства собственной важности. Ну, давайте теперь уже расскажу о основных активностях Даркзоны, потому что вступительная миссия Даркзоны на обучающий контент как-то не тянет. Она больше похожа на частичку лора игры, но никак не на обучающие составляющие. В общем, после прохождения этой обучающей миссии, вам будет полностью доступна темная зона, и скорее всего остальные темные зоны тоже будут доступны, возможно для них тоже нужно будет пройти какую-нибудь миссию, но это мы потом уже увидим на релизе, суть самих темных зон нисколечки не поменяется. И основным помощником в вашем путешествии по Dark Zone будут ваши друзья, потому что реально в команде играть намного проще, собираете отряд из четырех человек и идете раздавать по щам, ну или если вы отец все мира Division 2, идете в соло, ну или просто у вас нет друзей, поэтому вы идете в соло. Но в любом из этих случаев вашим основным помощником будет карта, на которой всегда будут отмечены игровые активности, а также контрольные точки и центральный форпост, с них всегда и будет начинаться продвижение в темной зоне. Для начала давайте разберем PvE активности, если вы не хотите убивать всех подряд, но при этом хотите тоже получать достаточно хороший лут, вам всего-то нужно бегать по зонам боевых действий и зачищать их. Вот такие вот фиолетовые территории представляют из себя те самые зоны боевых действий, в которых будет ходить отряд противников, которые вы уничтожаете, и зона исчезнет. Если вам повезет, то из каких-нибудь противников вам выпадет зараженное оружие, о нем чуть-чуть попозже. И также в таких зонах есть специальный ящик, который можно открыть либо ключами, которые опять же так же само выпадают с мобов, либо взломать, но тогда вы станете ренегатом. О них тоже буквально через несколько секунд. Бегая по локации, по вот этим фиолетовым зонам, вы будете таким образом зарабатывать себе лут. Также по вот этим фиолетовым зонам вы можете отслеживать передвижение других игроков, потому что вы будете видеть на карте, если зона стала красная, значит там есть какие-то другие игроки. Если же красная территория исчезла, значит они закончили и начали продвижение какой-то следующей зоне. Также дополнительной PvE активностью являются аирдропы. Любители батл-реялей в курсе, что это такое. В общем, с этими ящиками тоже можно взаимодействовать легальным способом и нелегальным. Так что с PvE активностями мы закончили и теперь переходим к ренегатству. Потому что, как по мне, PvP это основная составляющая темных зон. Что ж, ренегаты у нас бывают двух видов. Пассивные и активные. Пассивными считаются игроки, которым присваивается статус серого ренегата. Его отдают за несколько действий. Во-первых, за взлом сети спецотряда, это вот такие вот специальные панели. Во-вторых, за вскрытие сундуков, которые находятся в зонах боевых действий. В-третьих, за противоправные действия с аирдропами. В-четвертых, мародерство игроков, которые не являются ренегатами. Ну и последний способ стать серым ренегатом, это срезать зараженные вещи с вертолета. Как видите, способов достаточно много, и чем больше вы будете заниматься всеми этими действиями, тем больше будет увеличиваться ваш счетчик ренегата, который вам нужно будет пережидать для того, чтобы снять статус ренегата. Ну или наоборот, для того, чтобы снять статус ренегата, вы все больше и больше будете совершать противоправных действий. Тем самым догоните свой статус ренегата до 100%, и у вас откроется убежище, в которое вам и нужно будет проследовать для того, чтобы снять свой статус ренегата, ну и разумеется получить награду. Но ещё больше наград и главное положительных эмоций вы будете получать после убийства других игроков, потому что с игроков вы будете получать их заражённые вещи. То же самое, кстати, касается и вас. Любой игрок, которого убьют в тёмной зоне, выронит все свои заражённые вещи, которые находятся в инвентаре вот в этой вкладке. Таким образом, если вы не хотите получать предметы честным путём, путём ПВЕ, вы можете убивать других игроков, которые будут делать это за вас. Но имейте в виду, как только вы убьёте какого-нибудь игрока, вам тут же присвоится статус красного ренегата. И чем больше вы будете убивать игроков, тем больше будет заполняться счётчик, и как только вы заполните его полностью, вас переведёт в статус жёлтого ренегата. И на вас начнётся облава. Вы начнёте подсвечиваться на карте, и любой игрок придёт за вашей головой. Игрок, которому присвоят статус жёлтого ренегата, увидит у себя на карте три панели сети спецотряда. В каждой из них он сможет, так сказать, очистить свою карму. Но если вы две взломаете и очистите карму в последней, за это вы получите гораздо большую награду, чем если вы очиститесь сразу в первой. Ну и последнее, что осталось упомянуть, это как раз-таки те самые заражённые вещи. А точнее, способ их получения. Потому что, выйдя из локации с вещами через контрольный пол, они просто пропадут. Единственный способ получить вещи, которые вы заработали в Даркзоне, это отправить их на вертолёте. Для этого в ТЗ имеются зоны эвакуации. Придя в одну из них, вы вызываете вертолёт, вешаете на него вещи, пережидаете таймер, защищая их от мобов или от других игроков. И как только вертолёт улетает, вы можете забрать свои вещи в контрольном пункте. Вот в этом тайнике во вкладке почта вы сможете забрать все свои вещи. Для удобства можете просто выделять их, нажимать F, и они сразу окажутся у вас в инвентаре. Ну а на этом всё, друзья. Я надеюсь, базовые составляющие Даркзоны я вам объяснил. О билдах, оружия и специализации мы поговорим с вами на релизе. Ну а если же это видео было вам полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы. Играйте, ребят, только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok